Здравствуйте, мои дорогие! Сейчас хочу с вами поговорить, такое небольшое болтологическое видео, давно просили болтологическое, вот, на тему китайских сайтов. Вещи я никакие показывать не буду, просто я расскажу свой, скажем, опыт, потому что он уже накопился, и есть определенное сложившееся мнение, какие сайты, вернее, не какие сайты, а с китайских сайтов, что как вообще заказывать или не заказывать. Да, многие заказывают, и нельзя сказать, что всем как нравится, я расскажу, как будут свои опыты по заказам. В основном, я, конечно, заказываю сайты Тинниделл, но я думаю, что все китайские сайты, это, в принципе, одно и то же, одна и та же, грубо говоря, продукция, вернее, не продукция, а одно и то же качество. Ну вот, качество, конечно, оставляет желать лучшего, и я не могу сказать, если взять, например, одежду, я не могу сказать, что одежда за 5 долларов особо отличается от одежды за 25 долларов, за 35 долларов. То есть это какая-то такая странная тенденция, то есть они из одного и того же шьют это все, но почему-то это стоит все по-разному. То есть я заказывала, например, кофты, такие блузки, они стоили, ну, в районе 10-15 долларов. Пришли они мне, ну, я всем показывала, и мужу заказывали, приличная сумма стоила, стоили все эти футболки и кофты. Они пришли, нитки торчат, швы расходятся, то есть чуть-чуть дернешь, уже видно, что как бы, ну, шок непрочный. Ткань, ткань у всех практически химическая какая-то синтетика, противная к телу, потеешь в ней, то есть вот эта фишка китайских вещей. То есть и еще минус в том, что ты видишь на картинке, и ты как бы вроде как хорошо выглядит вещь, красиво. Ты заказываешь, тебе приходит либо совершенно вообще, ну, как бы то же самое, но выглядит абсолютно ужасно, либо качество ужасное, что носить невозможно, выглядит она нормально. Короче, вот такие, как бы, проблемы у китайцев с этим. Ну, вот. Мужу как-то мы заказали вот две футболки и три, по-моему, кофты таких просто с длинным рукавом. Ну, абсолютно все ужасные. Какие-то просто маленькие, хотя размер нормальный должен подойти. Какие-то просто швы, вот он надел, все, швы разошлись. Какие-то с пятном. В общем, короче, трэш полный, честно говоря. Вот. И больше того, я заказала как-то платье, я его не показывала. Заказала платье а-ля Виктория, это, господи, Бэкхэм. Как я потом поняла, что это платье вот из той, из ее коллекции. Оно было представлено на картинке, как бы отдельно висит, чисто на вешалке. И как бы картинка на Адриане Лиме. Нет, это жена Орландо Блума-то бывшая. Как ее зовут? Вот эта модель из Виктории Сикрет. Ну, вот. Вот на ней, как она, ну, просто вот ее платье. Она, видимо, купила-то у Виктории Бэкхэм, а я это покупаю в Китае. И что-то хочу, чтобы оно такое же было. Короче, заказала его. Оно стоило что-то 35, по-моему, долларов. Ну, как-то нормально. То есть, как бы, в принципе, должно нормально быть. Он у нас этот казино шьет, за 1190 продает, и все нормально, качественное. Вот. Заказала я. И пришел полнейший просто, ну, я вот буду выражаться, пришел полный трэш, короче. Ну, вообще, это платье, которое невозможно никуда одеть. Оно ужасно химическое. Во-первых, они, большинство вещей пахнут. Оно на талии вообще как-то не сидит. Вниз оно абсолютно другое, как-никак на картинке. Пояс ужасный. Короче, надо было мне показать, его надо одевать на себе показывать. Короче, просто вот выкинутые деньги. Настолько жалко. И я зареклась платья, кофты, ничего не заказывать оттуда. Потому что, ну, просто фигня. Я разные, и дешевые, и дорогие заказывала. Ну, все фигня приходит. Обидно, просто выкинутые деньги. Ну, вот. Единственное, я вот недавно заказала свитер такой красный с оленями. Он нормальный пришел. Конечно, пах каким-то тухлым подвалом. Но вот он по качеству, да, синтетический жутко. Но он нормальный. То есть, если его надеть на футболку, он приятный достаточно. К телу в руках нормально. То есть, носить можно. Не очень теплый, тоненький достаточно. Хотя выглядит, как будто он должен быть теплый. Старый с оленями такой, зимний. Ну, вот. Вот он единственный, который мне понравился. Остальное, все, что я заказывала, это просто фигня. Она лежит. Я даже оде раз одела. Брюки, вот я помню, заказала. Ну, вообще, на картинке. Они висят. Они ни на ком не надеты. Почему я их решила заказать? Они висят на вешалке у них. Ну, фотография. И потом я, значит, заказала их. Они мне пришли. Просто тут вот такая мотня, ну, по-другому не сказать. Вот как вот рэперы носят из серии. Вот такая тут. Только она не висит, а вот спереди. Как будто у меня, как мужик, короче. Я только, как будто во мне три мужика. Короче, ну, тут вообще какая-то там непонятная куча ткани нашита. Которая абсолютно. Я померила. Это просто, ну, это любая скажет, что это ни в коем случае выкини, вообще забудь, что это. Я мужу показываю, говорю, ну, чё, как? Ну, ради как прикол пусть поражет. Он, а что, нормально? И он на полном серьезе. Я не знаю, может, у мужчин какие-то другие видения. Но это реально очень ужасные брюки. Еще они какого-то, я думала, они такого нежно-мятного цвета будут, а они какие-то зеленые пришли. Ой, вообще. Короче, кошмар. Вот, это касательно китайских сайтов с одеждой, одежды в Китае. Вот. Я зареглась не заказывать. Возможно, только какой-то свитер, не очень дорогой. Вот свитера еще у них более-менее. Остальное все просто страдает вот каким-то абсолютно некачественным фуфлом. А что касательно, допустим, техники на китайских сайтах. Был опыт у брата-мужа. Заказал он, не помню что, но он что-то заказал, какую-то технику. Пришло, значит, уведомление. Он пошел на почту. Почта говорит, ваша посылка на таможне. Идите на таможню. Таможню где-то там в районе аэропорта, значит, звонит он на эту таможню. Насколько я помню, такая история была. Он в итоге не забрал, потому что не растаможить было. Ну вот. Позвонил, они говорят, вам нужно связываться с китайцами, чтобы они что-то там прислали, какие-то бумаги, что-то, короче, чтобы мы смогли вот вам растаможить это. И он говорит, ну и ладно, и бог с ним. По-моему, они вернули деньги, что-то как-то так, отослали товар обратно. Какая-то такая история была. Я помню, что вот просто вот геморрой с растаможкой был. Вот. Касательно вот каких-то, знаете, маленьких типа там видеорегистратор для машины. Ну какая-то такая вот ситуация. Я не знаю, я не заказывала. Я боюсь, вот просто я боюсь заказывать, потому что они, вот эта бесплатная доставка, да и платная может грохнуть, где-то. Они, да, они запаковывают, заворачивают, там все это полиэтилен эти с пупырышками, все. Но я просто боюсь выкинуть там, не знаю, 3000 рублей, да, сколько там в долларах будет, и получить битый товар, и ты это не докажешь. Я вот с китайцами недавно связалась. Я им заказала, значит, заказ у меня был большой. Три месяца мне шел общий весь заказ. То есть они присылали, у них первое на складе появилось, они мне отослали. Появилось, отослали. Все отослали за исключением набора для наращивания ногтей, который я так и не опробовала, не знаю, зачем заказала, вот, хотя не дешевый был. И чехол для айпада, задняя крышка прозрачная. И мне они, вот три месяца прошло, я думаю, блин, ну когда же придет? Думаю, ладно, пора писать. Написала я им, причем я в этом в гугл-переводчике еще там перевожу что-то им. Они мне тупо, а нет, они мне тоже переводят. Тоже там, Катя, знать вы не знать, там, короче, хромает переводчик. Вот. Они мне, значит, присылают. Пришлите нам фотографию всех товаров, которые вам пришли. Фотографию, там накладная кладется, что было в товарах. Фотографию посылки, фотографию наклейки на посылку, фотографию, как вы шли на почту, и как вы стояли в очередь. Короче, фотографии всего. Я говорю, прошло, я не знала, что вы мне это не пришлете. Я думала, что как бы, ну, постоянно они мне нормально присылали, тут не прислали. Я вот, я говорю, я вот к вам обращаюсь, что как бы, я не могу доказать, я не могу на какую помойку мне ехать, искать вот эти бумаги, эти, которые уже все сгнили. Ну, тут бред абсолютнейший. И кто знает, что надо все это фотографировать сразу. Я как-то так вот без задней мысли это все выкидываю сразу, упаковки все эти, все. Они говорят, ну, мы вам так вот, вы нам не можете доказать, что мы вам не прислали этот товар, значит, мы не можем вам его выслать, если как бы, даже если мы его вам и не выслали. Я говорю, ну, прекрасно, там из серии подавитесь моими деньгами. Ну, то есть, как бы, реально эта ситуация выбесила. Я не могу доказать, я заплатила ему за этот набор, что-то там 35 евро, плюс где-то 11 евро этот чехол, короче, около там 50, допустим, евро, долларов. Я им заплатила, и мне, получается, надо забыть про эти, из-за того, что они там тупанули. Короче, мне эта ситуация вся выбесила. Я говорю, что за вообще... Я говорю, и вот представляете, они говорят, хотя бы прищите нам фотографию всех товаров, которые вам пришли. Я говорю, вы как вообще логично думаете, как я могу сфотографировать все товары, как бы, вот, допустим, мне пришло там, я не знаю, три ручки, да? Я говорю, мне пришло две ручки, потому что я хочу еще, допустим, одну от них на халяву, да? Вот, ну, логично. Я говорю, хорошо, я вам сфотографирую там все вещи, но как я это все равно не доказательно, что мне те не пришли. Я их могу просто не сфотографировать, ссылаясь на то, что я хочу еще от вас на бесплатный еще один товар. Они типа, ну да, это, конечно, не то, нам нужны накладные. Я говорю, ну я не фотографирую. Короче, в общем, мы вот так пререкались с ним, пререкались. Они говорят, вы нас поймите, мы тоже не можем. Я говорю, а вы меня поймите, я вам деньги заплатила. Короче, но, в общем, пререкались, мы с ними переписывались неделю. И, о чудо, пришел мой набор на ногти. То есть спустя три месяца они даже не в курсе, что отослали, у них нигде это не фиксируется. То есть если это где-то потеряется, это твои проблемы. Ты ищи там где-нибудь в Бангладеше, где упала эта посылка твоя или не упала. Ну, короче, просто бред. Мне пришел этот набор, ну, ногтевой, а крышка айпада так и не пришла. Я уже думаю, догорите вы все синим пламенем. Вот такая ситуация. Это китайские сайты. И я причем залезла там, как-то искала какой-то товар. Я помню, там парень пишет внизу комментарий. Мне вообще уже там что-то полгода не может дойти. Я с ними выясняю, пусть они мне деньги вернут. Ну, какой-то такой комментарий, что они меня не возвращают, потому что я не доказала. Вот такая же абсолютная ситуация. То есть я не единственный человек, который с китайцами в такой геморрой ввязался. Вот, это как бы, ну, это единственный раз. Я много раз заказывала на Тинниделл именно. Я думаю, что это у многих китайских сайтов такая фигня происходит. Вот. Такая ситуация была. А вот касательно качества, допустим, маленьких товаров, тут 50-50. То есть если одежда практически вся плохая. Хотя вот сейчас мне, как бы, китайские сайты два предложили на обзор взять. Я взяла просто вот тупо поржать. Я даже выложила фотографии. Я не стала заказывать то, что, конечно, там я выложила. Но, потому что там смешные абсолютно вещи были. Но я заказала там по две вещи. И просто посмотрим. Потому что они там обе под 50 долларов. Посмотрим качество. Просто вот ради интереса мне уже... Если еще какая-то штука будет, я просто революцию Китайской Народной Республики объявлю. Потому что, ну, бред. Вот. А касательно мелких предметов, например, вот взять. Я заказала USB-переходник в машину, в прикуриватель, чтобы можно iPad заряжать. Провод зарядки iPad'а в USB-шный. Включаешь в этот USB-переходник и в телефон. И он заряжается. Штука эта реально прекрасная. Она полтора доллара стоит. Она работает без вопросов. Она все заряжает. Очень клево. Вот, пожалуйста. Хорошая, качественная, дешевая вещь. Заказала я там дешевую коробочку для таблеток. Пластиковая коробочка для таблеток. Тоже дешевая. Тоже вот практически две одинаковые дешевые вещи. Это работает. Хотя это техническая, да. Какие-то там должны быть микросхемы. Ну, не знаю, какая-то штука, которую легче, в принципе, сломать или косячно сделать. Коробочка. Ничего там такого прямо... Вот просто ничего... Как бы такого, что может сломаться быстро. Оно у меня сломалось на следующий день. Просто этот пластик... И все. У меня этой коробочки нет. То есть, нет. Оно у меня есть. Я ее скотчем склеила. Крышку к дну приклеила скотчем. И как придурок теперь хожу. Ну вот. Ну вот тоже. Вот товары мелкие. 50-50. Можно заказывать. Но готовьтесь, что это может сломаться. То есть, вот так вот. Заказываю я сейчас крышки для... То есть, там вот у них фишка такая. Оригинальные вещи выставляют они. Допустим, крышки для iPad. Вот такие вот наподобие. Сейчас я покажу. Ну, это не так наподобие, да. Ну, кто у кого iPad, узнает. Вот эта вот складывающаяся штука. Это чехол целая. Тоже оттуда заказанный. Вот. Складывающаяся штука. Типа у Apple оригинальные эти штуки продаются. Они, во-первых, у них тут войлочная другая штука. И они магнитятся. То есть, их можно... Да, господи, скройся ты весь. Ну вот. И она магнитится. Она может примагнитить вот так вот все. Эти все штуки, они не магнитятся. Ну, понятно, что что я хочу за 500 рублей, допустим, или за 300. Когда оригинальная эта штука у нас стоит... Хотя у нас стоит где-то рублей 2000 она, да. Вот на большой iPad стоит где-то так полторы. Ну вот. Хотя можно где-то с eBay, можно заказать. С Америки дешевле выйдет. Но, в общем... Ну, в общем, вот такая вот ситуация. То есть, они выставляют очень много оригинальных вещей и присылают жуткие подделки, причем очень некачественные. Я вот мужу заказала крышку вот тоже на iPad. И когда она пришла, ну, просто... Вот она как вот эта. Ну, она не сложить ее, ничего. Ну, она как бы... Он ее носит. Ну, вот как полноценная крышка. Вот она должна как подставка работать. Она не работает. То есть, вот... Как бы это вот минус вот этих китайских штук, что они продают желаемое за недействительное, скажем так. Вот. Что-то еще хотела про них сказать. Такая вот у меня эпопея с китайцами. Сейчас я, кстати, заказала... Вот если маленький заказ делаешь, они достаточно быстро доставляют. Вот сейчас мне пришла посылка, как раз я еще на почту не ходила. Я заказала там пояс турмалиновый. У нас там на работе все заразились этими поясами. Ну, люди в возрасте. И попросили меня заказать с китайского этого сайта. И вот тоже переходник в машину. Вот две вещи. Я думаю, что они пришли обе, я надеюсь. Иначе еще одной войны с китайцами просто мои нервы не выдержат. И так я уже крест на этой крышке поставила. Так, что я еще хотела сказать про китайцев? Ну, в общем, вот, в общем, вот, наверное, все. Вот не тратьте туда деньги большие. Хотя, конечно, хочется, чтобы пришла достаточно хорошая вещь, как она выглядит на картинке, чтобы еще и дешево и сэкономить. Но порой все-таки лучше поискать где-то у нас. Может быть, у нас дешевле. Или заказать там через eBay, я не знаю, через Amazon. Ну, как-то вот через какие-то другие сайты, где действительно тебе оригинал, но по цене заграничной придет. Вот. Кстати, вот про косметику у меня сейчас немножко другая тема, конечно, про китайцев. Но вот я сейчас просто вспомнила, что как-то я недавно возмущалась, думаю, ну, это вот так обидно. У нас, вот, в Финку мы ездили. Вот почему так? Меня просто это бесит. Вот эти все наценки в Финке. Бог с ним, дьюти-фри. Ладно, в дьюти-фри я зашла. Метеориты. Классические метеориты. 30 долларов. 30 евро. 30 евро. Метеориты. 30 евро. 3 на 4. Короче, полторы тысячи. 45 где-то, да, евро стоит. Полторы тысячи. Ну, 1700. И у нас метеориты от 2-300. Ну что? Ну почему? Ну, господи. На американском сайте Мака, вот этот хайлайтер, тоже 30 евро. У нас это стоит бешеных денег. Да почему так? Короче, это у меня, извините, сейчас просто крик души. Просто я вот так как-то натыкаюсь на заграничные сайты, что там стоит настолько дешево, и насколько стоит это у нас. Там стоит, допустим, полторы тысячи на наши деньги, у нас это стоит там от трех тысяч. А так хочется иногда люк скупить. Ой. В общем, ладно. Это что-то, короче, я... Ну, в общем, в болтологическое видео. Ну, ладно, хорошо. Пусть будет. Все. Наверное, все рассказала. Всем спасибо за внимание. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok